Спасибо большое. Это огромное привилегие быть сегодня здесь. Я благодарю всех вас за поддержку нашей страны, моей страны, Израиля. Все мы пришли сюда, чтобы сказать, «Нам нравится Израиль». Но я хочу сказать, что я люблю Израиль. Я не политик, но меня попросили быть политически корректным, насколько я смогу быть. Я постараюсь. Я не обещаю, что буду самым лучшим политиком. Я не пришел сюда, чтобы обидеть кого-то. Я здесь, чтобы рассказать правду, так, как я видел ее. И надеюсь, что это будет путь к миру в нашем мире на какое-то время. Потому что истина рождается только в свободе. Я думаю, что людям нужна свобода, чтобы думать, задавать вопросы, критиковать и чтобы сказать что-нибудь. Если бы я не был таким человеком, то я не стоял бы здесь перед вами сегодня. Мне задали вопрос на втором канале немецкого телевидения. «Является ли Хамас террористической организацией или нет?» Как можно ответить на этот вопрос? Есть еще кровь тысячи невинных людей, которые свидетельствуют об атаках Хамаса. Да, Хамас является террористической организацией. Как-то мне задали вопрос поважнее, чем является ли Хамас террористической организацией или нет. Однажды в Америке меня спросили, «Какая разница между Хамасом и Хумусом?» Хамас был создан для того, чтобы разрушить Израиль. Хамас был создан, чтобы разрушать, и Хамас не умеет строить. Я могу так говорить, потому что у меня есть власть сказать это. Я рос среди лидеров Хамаса. Мой отец, шейх Хасан Юсуф, является одним из основателей организации Хамас. Моя семья расплатилась огромной ценой за Хамас. Мы страдали больше всех палестинских семей. Хамас одно время был целью моей жизни, моим проектом, моим бизнесом и бизнесом моей семьи. Я знаю о Хамасе больше, чем какой-либо участник этой группировки знает о ней. У меня было много причин ненавидеть Израиль на определенном этапе моей жизни. У меня были политические причины, личные причины, идеологические причины. Обратите внимание на то, что я говорю, идеологические причины. Люди убегают от реальности, которая и есть. Религиозная война. Есть война между богами на Ближнем Востоке, между идеологами, между значениями, между западной цивилизацией и между варварами. Это реальность на земле. Это то, что происходит. Это уже не радикальный ислам. Я жил в благоразумной мусульманской семье. И мой отец считал себя трезвым лидером. Но мы знаем, каждый раз, когда читаем Коран и видим поведение Мухаммеда, что он, к сожалению, не любил евреев. И Хамас идет по этим стопам. У мусульман и у палестинцев есть религиозная мотивация на все подобные атаки. Может быть, они просто скрывают это и хотят показаться миру политически корректными. Но я лично, как человек разумный и как автор книги, не могу лгать людям. И мне все равно, что люди подумают обо мне и как теперь на меня будут смотреть. Мы должны смело обратить внимание на реальность, пока еще не поздно. Действительно ли арабы ненавидят Израиль политическим причинам? Или это все только идеологические причины? Является ли политической борьбой? Или это борьба национальная? Когда я вижу, и слышу новости СМИ здесь, на Западе, я начинаю забывать, откуда я пришел. Я знаю язык, я знаю людей, я знаю их мышление, я знаю всю культуру смерти. И я начинаю верить этой лжи в то, что это второстепенная проблема. Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что идеологические подсчеты в борьбе на Ближнем Востоке это самое важное. И мы, как свободные люди, должны принять это во внимание. Это мое обращение, и это моя ответственность. Я думаю, мне не хватит времени рассказать всю мою историю о том, как эта перемена произошла в моей жизни. У меня есть много мотивов, которые дали мне возможность и честь работать как агент израильской разведки в течение 10 лет. Служить Израилю и служить людям в Израиле. Никто не знал о моем существовании. Я был сверхсекретным агентом. Мало кто знал обо мне, даже в израильской разведке. Как я перешел из Хамаса на сторону Израиля. Это длинная история, и у нас нет времени, чтобы рассказать все за несколько минут. Все детали записаны в книге «Сын Хамаса». Но то, что я могу сказать, что самый важный из всех мотиваций моей службы Израилю является глубокое признание Божьей любви к своим детям через Ишуа-Мессию. Я не пришел сюда проповедовать. Я не святой, я грешник, я не проповедник. Но это истина. Я знаю самое важное побуждение из глубины моего сердца, которое я имел. Это «Люби врагов своих». Я принял этот вызов. И по этой причине я стою сегодня перед всеми вами с полной уверенностью. Да, от меня отказались. Да, моя страна хочет убить меня и называют меня предателем. Но я стою перед вами с полной уверенностью, чтобы сказать «Да, я люблю Израиль». Политики, международные сообщества, правительства все за то, чтобы дать право на сотворение Палестины, чтобы у них была своя страна. я думаю это плохая идея. И я думаю, что палестинцы заплатят огромную цену за это. Более 60 лет палестинцы пытаются уничтожить. за это. Продолжение следует... Продолжение следует...